Алана Кулумбегова учится в третьем классе первой цхинвальской школы. Добрая, веселая, отзывчивая девочка, круглая отличница. У нее, как ее ровесниц, безоблачное, радостное детство. А в военном августе 2008 года Алана стала первым ребенком, родившимся после войны. Ее мама Зима Кулумбегова и сегодня вспоминает те дни со слезами на глазах, как будто не было 9 лет. Ожидая ребенка, Зима пережила в подвале все дни августовской войны. И грузинские военные разъезжали прямо перед их домом. Мы еле смогли добраться до подвала. Там уже было много людей. Я не знала, что делать. Еле сдержалась на ногах. Дети, женщины, старики, все они остались в городе. Мы слышали голоса грузинских фашистов. Их танки и боевая техника находилась прямо над нашими окнами. Мы чудом спаслись. В подвалах было так много людей, что нечем было дышать. Зима несколько раз падала в обморок. С каждым днем ей становилось все хуже. Страх за свою жизнь, за жизнь ребенка, мужа, который служил в миротворческом батальоне, за жизнь родителей, лишала всех сил. Эти тяжелые дни навсегда останутся в памяти. Мои родители проживали на бывшей улице Вожапшавела. Мой отец лежачий и больной. Остался дома один. Утром мы ходили туда перебраться, но по дороге столкнулись с танком. Я и сегодня не знаю, это были осетины или грузины. Нам удалось спрятаться. На Вожапшавела горели почти все дома. В наш дом тоже попал снаряд. Нам еле удалось отыскать отца. Было столько огня и дыма. Казалось, мы находимся в аду. После перенесенных испытаний Зима Клумбегова попала в больницу в городе Владикавказ. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мать и ребенка. Маленькой Алане предстояло еще долгое лечение. Но все закончилось благополучно. Сегодня девочка здорова и счастлива. Я скоро пойду в третий класс. Я очень люблю своих учителей, родителей, друзей и стараюсь получать одни пятерки. Я не хочу, чтобы у нас еще когда-нибудь была война. Не хочу. Воспоминания мамы живы, но уже остались в прошлом. Семья Клумбеговых ценит каждую минуту жизни. Только тот, кто видел смерть, знает цену жизни. Бог сделал мне еще один подарок. У нас родился сын. В этом году он пойдет в первый класс. Я с уверенностью могу сказать, я счастливый человек. И Бог меня любит. Он спас мою семью от стольких бед. Счастье, чтобы все были живы и здоровы. Чтобы не было больше войны никогда. Государство Ланя независимо и свободно. А Лана Кулумегова и ее ровесники растут в другой реальности. И впереди у них только светлая дорога. Георгий Плеврегина, Черткоева и Докочева. Информационный выпуск сегодня.